Свою рабочую поездку в Приморье заместитель министра энергетики России Антон Инюцин начал с визита на мини-ТЭЦ «Центральная». Сегодня станция на острове Русский – это узловой источник энергосбережения кампуса Дальневосточного федерального университета, медицинского центра, полицейского участка, академии МЧС России, пожарного депо и опреснительных установок. За последние четыре года на острове появились три мини-ТЭЦ, и теперь здесь сформирован энергетический кластер. На наш взгляд, чтобы эта инфраструктура действительно использовалась энергоэффективно, ее нужно сегодня по максимуму загрузить. Потому что вот мы посмотрели, скажем, систему водоснабжения, она действительно сделана по самым последним технологиям, но за счет того, что она сегодня недозагружена, то энергозатраты у нее достаточно высокие. Пока станция работает не в полную силу. Заявленные потребителями мощности практически не используются. Например, потребление тепла на мини-ТЭЦ на русском составляет всего 25%, электроэнергии – 12%. Эта проблема особенно актуальна, заметил замминистр, и для ее решения потребуется время. Надо все-таки поработать с БУФО, в части вот они заявились нагрузкой на сегодняшний день, основной потребитель. А потребление нет. По закону я не могу их ограничить и отдать кому-то на сторону. Перспективы планов развития острова Русский как территории, получившей федеральный статус, огромный. Еще один объект, который посетил Антон и Нюцин, стали канализационные очистные сооружения Дальневосточного федерального университета. Здесь использованы передовые технологии и современное оборудование, отвечающее требованиям энергоэффективности. Здесь планируется создать особый режим для того, чтобы пришли инвесторы, для того, чтобы появились новые центры развития. И, естественно, эта инфраструктура, которая сегодня построена, абсолютно очевидная, мы со специалистами сегодня общались, она позволит на долгие десятилетия, заложила развитие региона, развитие острова на несколько, я считаю, десятков лет вперед. Вопросы реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности обсудили сразу после обхода объектов. В кампусе ДВФУ на совещании обсудили все проблемы. В итоге в скором времени Дальний Восток получит 800 миллионов для развития новых проектов с участием инвесторов. 500 из них придут в Приморский край.